Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает Транссибирская магистраль. Построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги Skyway, также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям. Отлично. У нас с идеей будет немножко другая форма. Хочу еще раз форма нашего выступления. Но я вижу, вы там и в шортах, и в футболках, все правильно. На курортах всегда нужно. Я помню, мы проводили на Кипре, моя первая конференция была. Я как ненормальный в костюме пришел, а народ в майках, в шортах. Я говорю, а это что, нормально? Ну мы же на отдыхе, что мы должны еще костюмы одевать. Поэтому это здорово, свободный стиль. И здесь я хочу передать всем огромный привет пламенный. Мы, конечно, жалеем Сергеем, что нас не получилось приехать к вам, потому что есть на то очень веские причины. Сейчас мы расскажем вкратце о тех новостях, которые нас ожидают в преддверии последующих трех месяцев. Но обязательно в Москве на форуме мы с вами встретимся. И вот Сергей Северяков предлагает, что может быть в ноябре или в начале декабря сделать отдых. Ну может быть и сделаем. В это время хорошо приезжать в Таиланд. И я тут рядом буду 100%. Так что посмотрим, как мы это сделаем и где мы это сделаем. Так вот, дорогие друзья, поздравляю вас с открытием Европейской конференции. Год мы ждали, пока мы это сделаем. И наконец-то мы с вами сделали. И рады вас поздравить именно с этим. Сегодня пока наверняка присутствует у нас только русскоговорящая аудитория. Но я уверен, что в ближайший год, и когда в следующем году будет тоже проходить Европейская конференция, у нас будет уже и англоязычная аудитория, и испаноязычная, и немецкоязычная, и турецкоязычная. Я в этом просто уверен. Потому что то, что мы сейчас сделаем в ближайший год, дорогие друзья, это просто невероятно. И хочу сказать следующее. Вот сейчас я вкратце расскажу о новостях. Мы с Сергеем поменяли немножко форму нашего выступления. То есть мы не будем давать темы. Я сейчас вкратце говорю о новостях. Если потом у нас начинаются вопросы-ответы к нам, потому что мне многие писали в чат, и Сергею, что жаль, что вы не приехали, у нас много вопросов и так далее, и так далее. Вот мы как раз ответим на все эти вопросы, выделенное нам время. То есть в 40 минут мы, я думаю, уложимся. И если не будет вопросов по маркетинг-плану, я в конце еще покажу маркетинг-план. Итак, новости, дорогие друзья. У нас три ключевые новости, очень важные. Новость номер один. Наконец-то мы дождались с вами реструктуризации компании. И все мы помним, кто особенно был в начале пути, что Юницкий нам говорил, что будет Global Skyway по всему миру. Потому что мы были акционерами только европейской компании, Евразия, Royal Skyway System. И вот, дорогие друзья, я надеюсь, что после 5 июня, то есть в июне месяце, произойдет полная индексация всех наших купленных акций. И мы рассчитывали на 2,95 индекс, да. А Анатолий Дорчуницкий сделал нам просто подарок сумасшедший. Поэтому у нас коэффициент пересчитан в 3,5 раза. То есть если вы обладатель 100 тысяч акций были, то вы получите не 2,95, а 3,5 в 3,5 раза. То есть у вас будет 350 тысяч акций. Это распространяется и в нашем фонде Skyway Invest Group. Но для этого вам необходимо, либо необходимо будет сделать с 22 по 5 июня, оплатить на 100 фунтов любой пакет от 100 фунтов и выше, да. И как только вы одной суммой оплатите на 100 фунтов и выше, значит акции, которые вы брали именно в Skyway Invest Group, они увеличатся в 3,5 раза. Если есть здесь те акционеры, которые были акционерами и покупали акции еще в RSV System в свое время, то ваши акции в RSV System нужно тоже на 100 фунтов приобрести. И тогда вы там тоже получите в 3,5 раза больше при индексации. Поэтому я призываю всех тех, кто и в корневой компании тогда был инвестором, и сейчас в Skyway Invest Group, обязательно сделайте эти вещи и сообщите своим клиентам и там, кто приобретал акции там, и кто приобретал у нас, что есть такая уникальная возможность. Я считаю, дорогие друзья, что второго такого шанса не будет и обязательно воспользуйтесь этими возможностями. Вторая новость, очень замечательная, я считаю. Вообще, как вам эта новость, дорогие друзья? Я знаю, что вы, наверное, знаете уже. Отлично. Для тех людей, которые новенькие и сегодня... А, кстати, есть у нас в зале люди, которые еще, может быть, не являются инвесторами, а просто здесь пока еще изучают информацию? Есть такие люди? Есть. Можно увидеть ваши руки, дорогие друзья? Вчера познакомились, уже сегодня пришла на конференцию. А, понятно. Ну, отлично. Вот, значит, для таких людей, и обязательно сообщите всем своим инвесторам, что для таких людей, кто тоже с 22 по 5 июня сделает покупку пакета, любого пакета, от 5 фунтов даже, да? Ну, а желательно делать пакет, дорогие друзья, гораздо выше. Почему? Потому что такие шансы, посмотрите, кто не видел еще моего выступления, такие возможности бывают раз в 100 лет. Вот действительно, такие возможности бывают раз в 100 лет. У вас единственный раз в жизни выпадает шанс быть на месте инвесторов компании Apple, которые организовывали. Но я хочу сказать, что Apple, Microsoft, Facebook и другие айтишные компании, это компании, ну, по сравнению с нами, ну, скажем так, детский садик. Потому что сегодня инвестированный фунт в это направление, которое мы предлагаем, в ближайшее время капитализация в ближайшие 5-10 лет будет гораздо выше, чем у этих айтишных компаний за 30 лет. Это 100%. И вы можете сделать анализ из тех выступлений, которые мы проводили уже с Сергеем Сибиряком. Так вот, дорогие друзья, вы тоже получаете после индексации в 3,5 раза акций больше. Вот такого больше не будет. Потом будет только единственный, скажем, момент, который нам выставит главная компания. И, ну, примерно это будет, если сегодня вы покупаете 100 тысяч акций, то по новому тарифу это будет не 100 тысяч акций, а 295 тысяч акций. Поэтому, дорогие друзья, воспользуйтесь этим и расскажите обязательно всем своим знакомым. Вторая новость, очень хорошая от нашего фонда, в том, что у нас счастливые дни будут. Эти счастливые дни, скажем, будут 28-29 числа. Я почему сейчас покажу вам, вот сейчас покажу, именно личный кабинет, где есть новости, дорогие друзья. Потому что многие не заходят, к сожалению, в личный кабинет, но я хочу показать эти новости, где счастливые инвестиционные дни 28-29 мая. Вот этой возможности, дорогие друзья, тоже счастливые дни, скорее всего, мы с ними тоже будем заканчивать, потому что мы же не безразмерная бочка, и мы это отдаем все из резервного фонда. И 3,5 раза больше, когда акции вы получите за прошедшие свои акции, это практически мы покрываем из резервного фонда, который существует в нашем фонде. Но для того, чтобы, скажем, примировать тех людей, которые действительно доверяют нам, которые двигаются вместе с нами. Поэтому, дорогие друзья, эти АИПы, которые есть, счастливые дни, изучите, прочитайте и обязательно этим воспользуйтесь. И, естественно, третья новость для тех людей, которые хотят с нами двигаться очень серьезно. С 4 июня я начинаю проводить только для представителей эксклюзивный личный мой тренинг по работе в регионах, то есть на земле, в оффлайне. И это был тренинг только для представителей. Так вот, дорогие друзья, промоушены я рассказывал на планерке директоров. Игорь Хальзов еще вам расскажет об этом промоушене. То есть, дорогие друзья, воспользуйтесь этим, потому что у вас есть замечательный шанс не быть даже представителем, но попасть на тренинг, потому что мы заинтересованы в этом году уже, чтобы у нас было более 100 представителей по всему миру. Конечно же, российского клиента у нас больше всего, и в России будет больше всего представителей, но по всему миру мы тоже планируем открывать представительство. Поэтому воспользуйтесь тоже этой замечательной возможностью для того, чтобы реализовать, скажем, свои направления. И последняя новость, которую я хотел бы, кроме маркетинг-плана, вам рассказать. Значит, мы позавчера общались с Анатолием Дарчимилинским, мы назначили дату подписания контракта на 15 июня. 15 июня будет подписано три очень важных контракта. Контракт номер один по России, где мы инициируем проект по России более чем на 100 тысяч километров дорог. Это почти на 200-300 миллиардов долларов. Первый проект, который мы будем брать по России, это Челябинск-Екатеринбург. Адресный проект. Второй важный проект, европейский, это Лондон. Лондон и Арманд, как является, как директор Global Translate UK, у нас будет подписан контракт именно на, скажем, дорогу, на создание адресного проекта Терса-Лиссабон. То есть Терса-Лондон, Лондон-Кале, Кале-Париж, Париж-Барселона, Барселона-Мадрид, Мадрид-Лиссабон. То есть это очень сильный проект, мы его будем тоже инициировать. И 15 числа будет заключен контракт, но первый этап это будет Терка-Лондон. То есть с севера Шотландии до Лондона первая дорога, а потом мы будем подготавливать и, естественно, во всех этих странах. И третий контракт это в Украине Харьков-Одесса, который будет проходить через Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск, Кировоград, Кировоград-Одесса, Николаев и Николаев-Одесса. То есть это три важных таких проекта, но в чем уникальность, что по Европе мы инициируем и у нас соглашение было предварительное на 15 тысяч километров дорог, по Украине на 30 тысяч километров дорог и по России на 100 тысяч километров дорог. Дорогие друзья, я вас с этим поздравляю, потому что в лице группы компаний Transnet Group, которые возглавляют у нас Сергей Сибиряков, будут подписаны с тремя директорами, с одним директором, то есть Анатолием Даршименицким, головной компанией, где мы будем эти контракты уже инициировать как адресные проекты. О чем это говорит, дорогие друзья? В том, что вот есть люди, которые говорят, а я хочу инвестировать только в Европу, либо только в Англию, либо только в Украине, либо только в России. Без проблем. Мы подготовим адресные проекты через Transnet, в данном случае это первые адресные проекты. И вот по этому же примеру, когда мы это сделали, вы видите показательный пример, когда Анатолий Даршименицкий приехал в Арабские Эмираты, если раньше, скажем, инвесторы крупные не хотели давать деньги на технологию, то сегодня они с удовольствием хотят деньги давать на адресные проекты. И я уверен, что у нас будет настолько большой наплыв крупных инвесторов в адресные проекты, дорогие друзья, что вы, ну скажем, ближайший год, я думаю, многие из вас, кто сегодня сидит здесь, а может кто-то еще придет, как вот год назад Арманд, Ольга, Ирина, Маргарита, Алексей Суходоев, Игорь Хальзов, я, мы были просто акционерами еще год назад. Но сегодня мы являемся директорами каких-либо компаний, либо каких-либо направлений. Поэтому, дорогие друзья, все, кто сегодня сидит в этом зале и имеет потенциал высокий, вполне вероятно, что через год вы будете руководителями своих подразделений в своих городах, где вы живете, для того, чтобы продвигать именно проект струнных технологий Юницкого с программой Транснет, потому что логотип Транснета сейчас мы подготовили, да, Транснет Групп, мы объединяем мир. Я сейчас его покажу, поставлю вот на закладку, чтобы его видеть. Я хочу передать слово, вот в связи с этими такими моментами, несколько слов, чтобы передал Сергей Сибиряков, потому что именно он будет как руководитель, директор холдинга Транснет Групп, и чтобы он тоже передал вам, ну скажем, такой теплый позыв из Москвы. Да, Сергей? Друзья, ну тоже могу присоединиться к Андрею, я могу сказать, что всей душой мы, конечно, с вами, вот, действительно, очень хотелось бы быть, но обстоятельства не всегда позволяют, поэтому в следующий раз обязательно, то есть такие встречи надо делать, вот, это все объединяет, и я искренне, вот, по-хорошему вам завидую, и действительно был бы с вами, но, опять же говорю, складывается таким образом. Но теперь из того, что сегодня есть на фоне, который мы сегодня проводим, вот эту нашу встречу, и сейчас период, который проходит, друзья, вот как Андрей сказал, что год, чуть больше года назад, вот вся эта команда, вся наша команда подсоединилась к этой работе, вот, которую мы начали с Юницким в феврале, ну, в январе-феврале именно вещей, я могу сказать, что сейчас это те результаты, которые были поставлены, цели поставлены, и сегодня мы пожинаем то, что уже сделано огромным нашим совместным трудом. То есть сейчас мы уже, ни у кого не вызывает сомнений, Андрей тоже приводил примеры, что партнеры очень серьезные люди, которые следят за проектом на фоне вот этих последних новостей, которые идут сейчас из Арабских Эмиратов, которые идут сейчас с полигона, которые идут с конструкторского бюро, и той работой, которую мы совместно все поставили, они начинают приносить результаты. Я могу сказать, что вот на этой неделе, я проводя вебинары, вот по средам, которые в этот раз были без Леши, вот, я могу сказать, что это совсем другая логика, когда начинаешь комментировать те новости и ту работу текущую, которая идет. Потому что я всегда год говорил, что мы анализировали работу, которая сделана за последние 37 лет, потом за последний год, то, что мы сейчас сделаем. И вот когда мы подходим к этому результату, друзья, я могу сказать, что чувствуешь себя совсем по-другому. А когда будем в Минске вот на подписании этих договоров, я могу сказать, и начнется уже полевое строительство, и мы все это будем совмещать, то это, друзья, конечно, очень серьезно все меняет. И основной вопрос, к которому сегодня мы подошли, вот то, что Андрей говорил, что у нас в течение этого года работа будет меняться теперь просто стремительно. Потому что само строительство, демонстрация и подготовка адресных проектов, она будет очень серьезно расширять наши горизонты, будут привлекаться все больше и больше количества и партнеров, и инвесторов. И, соответственно, через год лично я ожидаю, что будет закрыт вход в корневую технологию, и система краудинвестинга будет меняться и переходить на систему уже профессионального инвестирования. И как раз в преддверии этой подготовки, вот почему мы сейчас ведем эту параллельную работу, и появилась следующая уже именно профессиональная команда, которой занимается именно Transnet Group, потому что сегодня на ключевую позицию выходят адресные проекты. И мы как раз, как команда, ставим перед собой задачу запускать, инициировать и продвигать дальше адресные проекты. При этом надо понимать, что мы будем не единственной командой, которая будет работать в адресных проектах, но это, друзья, и не может быть, скажем так, в одну группу или в одну компанию, потому что проектов будут сотни, тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч проектов. Поэтому это не может сделать так же, как и по привлечению инвестиций. Один фонд, поэтому сейчас три фонда, и вы, наверное, заметили за эту неделю, что сейчас работа каждого из направлений, каждого из фондов, даже интервью, которое давал Женя Кудряшов с Юницким и с Орловым по поводу изобретательских задач. Так вот, я могу сказать, что определенные мои партнеры, которые еще сомневались, посмотрев это интервью, они мне отзвонили, сказали, да, мы понимаем, насколько это сейчас серьезно. И это работает на нас. Точно так же и наша работа во многом действует. То есть на сегодня мы начинаем работать действительно как, скажем так, направление по различным фондам, но работают они на одну цель. И как раз Transnet Group сейчас, которая запускается, задача – это развивать и дальше двигать адресные проекты, и мы их уже обозначали, вы все их знаете, они сейчас будут выходить на новый уровень. Это и линейный город Скуг-Ебразия, это и система продажи сибирской воды и сибирского холода, то есть это тоже целый комплекс будет. Естественно, что мы это будем двигать как уже наша общая инвестиционная группа. Соответственно, получается очень хороший симпиоз, и то, что мы этот год продвигали «Строй Skyway, спасай планету», это уже стало для всех обыденным, и для нас это стало уже реальным таким, скажем там, лозунгом и призывом. То сейчас еще Transnet Group «Мы объединяем мир» – это то дополнение, которое я считаю, что вот этот год, который у нас предстоящий, пройдет именно под таким новым, более широким лозунгом. И здесь, я думаю, что и места всем хватит. И самое главное, что мы сформировали реально команду сейчас, которая может ставить эти задачи, и мы за год это показали. Второе, что мы можем реализовывать, и друзья, я могу сказать, и Андрей тоже правильно приводил пример, что все, кто здесь находится, свидетели событий, что когда компания под разным причинам в Литве вынуждена была закрыть свою краудинвестинговую программу, то есть не могла больше привлекать инвестиции, счета были арестованы и так далее, и Маргарита тут, как говорится, все это на своих руках и на своих, так сказать, плечах выносила, видели, что именно Skyway Invest Group, именно наша команда, которая подхватила, поддержала, и то, что проект сегодня развивается, я считаю, что всей нашей команды это ключевое, скажем так, заслуга и наш ключевой вклад. И сегодня я могу сказать, что то, что КБ сегодня таким образом работает, и мы вышли на полевые испытания, наши все с вами, здесь очень существенный вклад, и я считаю, это не надо ни в коем случае не забывать и недооценивать, как бы к этому определенные, скажем так, люди не относились. Так вот, друзья, следующая задача, которая будет развиваться по адресным проектам, мы поставили перед собой такую цель, запускать эти адресные проекты, и я думаю, что абсолютно уверен, что в ближайшее время мы будем свидетелями запуска все новых и новых адресных проектов. Вот на этом я как раз бы хотел нас всех и поблагодарить, и поздравить, и сказать, что это реально начинается новый этап, и действительно мы выходим на совсем другие горизонты работы. Поэтому, как вы видите, мы сейчас и Skyway Invest Group несколько, это как фонд прямых инвестиций, который идет чисто в корневую технологию, но исходя из того, что наше поле деятельности резко расширяется, именно Transnet Group – это та инвестиционная группа, которая будет решать все эти задачи, и как раз все вы участвовали в наших директорских планерках, где у нас запускается и уже реализуется проект. Это уже Академия Новой Евразии, и, соответственно, новый технополис, который будет уже работать. Вот все это как раз говорит о том, что мы с вами на новых горизонтах и будем дальше решать все более серьезные задачи. Все, Андрей, готов отвечать на вопросы. Давайте будем теперь работать в формате вопроса-ответы. 30 минут, чтобы задать вопросы. Сейчас нас слышно? Отлично слышно, отлично, Ирина. Давайте те вопросы, действительно, что будем так менее формально, что действительно сейчас интересует, что хотелось бы узнать для того, чтобы двигаться дальше, потому что я могу сказать, по результатам, которые сейчас есть, мы развиваемся очень хорошо. Поэтому сейчас вроде как, что волнует больше всего для того, чтобы было полное понимание, как и куда движемся. Академия Новой Евразии, я не говорю, если что. Академия Новой Евразии, встреча была с ИК и вышли, пытались послушать, связь никакая была, потому что тяжело. Ты показывал направление нового маркетинга, можно что-то сейчас бывает. Маркетинг, хорошо, давайте сейчас покажу, да. Да, это, наверное, действительно очень такой важный вопрос, который сегодня касается каждого. Так, включаю. Видно, да? Значит, мы переходим из логики маркетинга, ну скажем, объемов группы, так называемые, объем группы агента, объем группы инвестора, инвест-консультанта, объем группы инвест-менеджера, да, и получения от всего объема. Мы переходим в логику того, где у нас будут, ну скажем так, два варианта, ну скажем, два бонуса основных, вообще три бонуса основных, но третий – это за квалификацию, а два основных, при которых любой, скажем, агент наш может получать эти доходы. То есть первый бонус – это за личные инвестиции, за привлеченные личные инвестиции, то есть это на уровне 20% для любого, скажем, нашего партнера. То ли это человек просто агент, либо это квалифицированный агент, либо инвест-консультант, либо инвест-менеджер, либо сим. Здесь у нас предложение, скажем, подойти к такому названию, как агент, квалифицированный агент, консультант, мастер-управляющий, да, в такой терминологии. Ну, мы будем обсуждать с директорами, вы соберите, как лучше оставить либо консультант-менеджер-старший менеджер, либо консультант-мастер-управляющий, да. Так вот, 20% – это первая такая радостная новость, что 20% все будут получать одинаково. То ли это агент, который сейчас зарегистрировался, то ли это старший инвестиционный менеджер, который находится самым большим рангом. Если эта новость хорошая, можно как-то поднять руку и сказать, да, супер, там, или поаплодировать. То есть, потому что в современных маркетингах не существует процентов ранга, да. Второй момент – получение процентов, вы видите, до 10 уровня, да, от доходов, которые получает ваш приглашенный или цепочка ваших приглашенных. И вы от их доходов будете получать вплоть до 10 уровня вашего приглашенного, который ниже стоящий ваш приглашенный, да. То есть, ну, можно сказать, в 10 уровне находится ваш там ниже стоящий партнер. Так вот, какие проценты вы будете получать и какие проценты будут получать другие наши, скажем, партнеры. Значит, с первого уровня, вот я выделяю, это 25%. То есть, я показываю здесь на примере, предположим, 1000 фунтов сделан объем, 20% вы как заработали, как бонус лично привлеченных инвестиций, 25%, то бишь, 50 фунтов заработает, допустим, ваш, тот, кто вас пригласил непосредственно в этот бизнес и по 5% до 10 уровня. Итого мы отдаем 3-4% и плюс 5-17% это бонус квалификации. Но если вы сделали объем 10 тысяч лично привлеченных инвестиций, значит, лично приглашенный ваш, скажем, наставник вышестоящий, так, скажем, зовется, да, либо спонсор, либо наставник, заработает 25%. Еще выше все до 10 уровня получат по 5%. Если объем сделан 10 тысяч, то значит, соответственно, 2 тысячи заработаете вы, а вышестоящий, скажем, заработает ваш 25%, все остальные по 5%. Если же это будут 100 тысяч привлеченных инвестиций, а я хочу вам сказать, дорогие друзья, что с адресными проектами можно привлекать свободно миллионы. И если я, как сотрудник, скажем так, да, не сотрудник, а партнер, привлек 100 тысяч, я заработал 20 тысяч, то мой вышестоящий, кто меня пригласил, заработает 5 тысяч, а все остальные вплоть до 10 уровня по тысяче. Если же я привлек 1 миллион, так, немножко этот самый, да, раз, два, три, раз, два, три, то, соответственно, я заработаю 200 тысяч, мой вышестоящий прямой 5 тысяч, все остальные заработаю по 50 тысяч, все остальные по 10 тысяч. Опять же, если понятно, и вы поняли, о чем я говорю, и это достаточно хорошо, то хотелось бы, ну, вас увидеть, там, или руки поднять, или поаплодировать, то есть, как вы считаете, скажем так, как агент, потому что здесь агенты, да, то есть, ваше мнение как. Да, вопрос, слушаем, сразу по ходу, да, там с задних рядов вопрос, да? Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Сергей, я вчера, в общем, на вашу презентацию, и тоже было плохо слышно, хорошо слышно, но у меня вопрос, когда-то непосредственно. Насколько я поняла, что в этих новостях происходит только для тех людей, которые мы должны приглашать дома. Я пригласила определенную, наверное, здесь, и они будут делать новые инвестиции. Это будет относиться, вот, все то же самое, вот до 50-го уровня оплаты. Это правильно? Вы поняли вопрос? Не совсем, если можно, Игорь Хальзов, поближе к компьютеру и рассказать, что за вопрос был. Вопрос из-за повторения, Игорь, вопрос. На старую структуру это будет распространяться, или только для новых, вновь приглашенных? А, конечно, на всю структуру. Это будет обновленный маркетинг на всю структуру, естественно, будет распространяться на всю структуру. У вас второй вопрос есть. Хорошо, теперь... А, еще, да? Можно ли вам ответить? Здравствуйте, Андрей и Сергей. Хочется поговорить вас за ваш струк. Жалко, что вы не с нами. У меня такой вопрос. Я, Мухнилова Татьяна, напоминаю, в Украине. Люди, которые у меня, вот пенсионеры, там по 10 по 20 фунтам проплачиваются. На них как цены, какой будет после пересчета? И будет ли? Потому что вы произнесли, что 200 фунтов. Спасибо. Или более 100 фунтов, кто проплатит. Вот те пенсионеры, они получат пересчет? Потому что я проводила презентацию, говорила им, что подождите, вам будет как цены. Какой будет? 2,95. В новости зайдите в личный кабинет, там написано 2,95. Но если ваши пенсионеры сейчас купят на 100 фунтов, то им пересчет на те акции будет по 3,5. А, сделаю 3,5. Спасибо большое. Очень быстро еще пару вопросов. По маркетингу, Ирина, давай по маркетингу, я еще не все. Значит, вторая часть, это за квалификации. То есть, это первый момент, когда это два основных бонуса. И третий дополнительный бонус, то есть, ты стал инвест-консультантом, ты получишь 150 фунтов. Ты второй раз стал инвест-консультантом с новыми людьми, с новыми агентами, ты опять получишь 150 фунтов. Если каждый месяц ты подтверждаешь статус квалификации консультанта, это 500 личной инвестиций, вот здесь вы, наверное, видите, и 4 квалифицированных агента, то значит, ты каждый месяц будешь дополнительно получать по 150 фунтов. Если это инвест-менеджер, мы опять же, вот мастер хотим, чтобы назывался это мастер, значит, будет 500 фунтов единоразовая премия. Как только он с новыми людьми становится опять менеджером, он опять получает 500 фунтов. Если каждый месяц он становится с новыми людьми, которых привлекает в этом месяце, и в этом месяце они выполняют квалификацию, значит, каждый месяц зарабатывает. Если раз в полгода становится с новыми людьми, значит, раз в полгода дополнительно зарабатывает. И управляющий, либо старший инвестиционный менеджер, это 1000 фунтов, единоразовая премия за статус, но если он с новыми людьми, Вот должно быть 4 у него менеджера, мастера вернее, ну или менеджера. Значит, он вырастил новых 4 менеджеров, выполнил требования, он получает еще раз 1000 фунтов, скажем, премию за статус. Это вот в таком плане изменение маркетинг-плана. В чем он будет хорош, дорогие друзья? В том, что новая логика Transnet Group будет состоять из разных кабинетов. То есть будет отдельный кабинет на Global Transnet UK, потому что там англоязычная аудитория, она будет заходить по лендингу, который будет Transnet, Global Transnet UK, и она будет заходить в свой кабинет. Но у этой аудитории есть возможность перейти в общий кабинет, который будет называться Transnet Group. И в этом плане, допустим, вы являетесь пальчиками потребительского общества Евразия, вы выслали лендинг по одному гектару земли, либо по другим направлениям, которые у вас есть. Человек зарегистрировался именно в потребительском обществе Евразия в кабинете, но он сможет перейти в другой кабинет, и у него может быть много кабинетов. Если это обучающая программа, в какой-то обучающей программе человек пришел, какого-то тренера, то значит здесь тоже будет интересный момент. Там будет вплоть до того, что может быть свой маркетинг, свой маркетинг, да, и свои начисления, но это будет в одной системе. А так как у нас будут условные единицы, так называемые учетные единицы, то каждая покупка без разницы, либо это Skyway Invest Group, либо ПВО Евразия, либо это Transnet Group, либо это другие поевые общества, которые могут со временем стать нашими партнерами в распространении нашей идеи. Они тоже смогут, скажем, иметь свои собственные кабинеты, и в их кабинетах может быть свой маркетинг-план, но это все будет в единой системе. И, к примеру, если человек сегодня пришел по Skyway Invest Group, а дальше он захотел обучаться, вы, к примеру, разослали лендинг по обучению, и человек пришел на обучение, и он начинает обучаться, он платит за обучение, мало того, что он будет получать пакет акций, пакет акций, да, и плюс еще, самое интересное, он сможет, скажем, дальше продвигать то, что ему нравится, быть агентом, и получать бонусы без разницы, в каком кабинете будут пересекаться у него люди. То есть это примерно, представьте себе, что если бы объединить, предположим, 10-15 разных проектов, но с одним бизнес-планом, и где каждый человек получает определенный бонус. Так вот, рано или поздно это будет огромное количество разных проектов, дорогие друзья, а мы с вами стоим сегодня у самых истоков создания этого глобального огромного проекта. Вот это, я хочу сразу сказать, не предложила еще ни одна финансовая компания, ни одна инвестиционная компания, это не предложила ни одна еще сетевая компания, это не предложил ни один интернет-ресурс, который есть. Подобные программы существуют только в Гугле и в Яндексе, поэтому мы сможем так сказать, но если они инфопродукты, исключительно продукты айтишные для работы в IT, то у нас продукты как онлайн, так и оффлайн на значении направления будут. Я вам сразу хочу сказать, такого еще никто никогда не делал. И мы с вами стоим у истоков, может быть, кто-то многие еще не осознают и не понимают, дорогие друзья, но у нас в будущем даже дивиденды. Если вы привлекли человека в какую-то программу, и он начал получать там дивиденды, вы сможете получать определенный процент от его дивидендов за то, что вы однажды его привлекли в эту программу. Вот так он план. Есть какие-то вопросы? Здравствуйте. Я просто инвестор, Армус. Вопрос по предстоительству. Можете ответить о предстоительство? Он или когда? Можно ли поближе к компьютеру еще раз сказать, потому что я... Или Сергей, ты понял этот вопрос? Нет, тут связь очень плохая, тоже не то самое. Я, может быть, не через микрофон, а нужно подходить к этому, к компьютеру, и возле компьютера говорить. Арман, Арман, транслируй ты тогда, чтобы это самое... Он прям в компьютере, он прям в микрофон. Да, он прям в компьютере, да. Николай Лондон, газета Англия у меня в руках, вопрос простой. Представительство в Лондоне, представительство в Лондоне, когда будет открыто, и можем ли мы, как инвесторы собравшись, анонсировать интервью с руководителями, то есть на русском языке, чтобы услышали русские в Великобритании. О возможности получения одного гектара, ну, общую информацию, не рекламу, а как интервью, потому что в русской газете пишется интервью, вы составляете интервью, кто может это делать. Мы просто приходим, платим, и это интервью печатается в газете Англия о Великобритании. Отличный вопрос. Во-первых, Арман, встань, пожалуйста. Это директор Global Transnet UK. Я думаю, что в июле месяце у нас уже будет отдельный офис именно в Великобритании, в Лондоне. И вот то, что вы говорите, это хороший момент. И Сергей сейчас, я вкратце скажу, Сергей как бы расширит этот ваш вопрос. Если по одному гектару земли мы шли по программе именно государственной по выдаче одного гектара земли, и там она была только для граждан России, то сейчас мы идем по логике представления программы от потребительского общества Евразии, и в шести или в пяти округах Сергей сейчас скажет, нам будут выделять землю от 20 до 50 тысяч гектаров, а мы как потребительское общество, вам как пайщику потребительское общество можем давать. Я об этом говорил, что в Китае, вот Китай рядом с Владивостоком, там огромное количество китайцев, которые живут на русской земле. У них есть дома, они являются владельцами, как вы думаете, через потребительское общество. Он является гражданином Китая, ему не положена земля, но он является пайщиком потребительского общества, и он имеет право жить на этой земле, и это практически его земля. Вот в таком плане. А Сергей сейчас расширит все это, я думаю. Да, Сергей? Да. Друзья, мы как раз стали работать когда с органами власти по вот этой программе использовать землю как инвестиционный ресурс. Мы уперлись сразу на то, что чиновники не в состоянии решить эту задачу, с учетом, что сейчас идет обсуждение, как на законодательном уровне, вот эту инициативу, которую выгнал Путин, чтобы ее продвинуть, то есть именно землю использовать как развитие региона. Вот так вот сейчас пытаются эту идею свести до, ну просто до абсурда. И когда мы вышли с идеей потребительского общества над губернатором и предложили, что давайте мы сейчас будем брать в управление потребительским обществом эту землю и ее развивать, именно делать ее территорией опережающего развития, то мы получили самые большие, ну скажем так, понимания. И сразу, допустим, Магаданский губернатор предложил не по одному, а по пять гектар на заявку, там еще это и в интервью везде говорилось. Вот. И соответственно мы, проработав вопрос через потребительское общество, через пайщиков, когда вы можете быть, то не обязательно для этого быть гражданином России. Соответственно мы сразу убрали вопросы, что любой человек, где бы он ни жил, в какой части мира, если он вступает в наше потребительское общество, а по закону ему никто не запрещает, то мы соответственно будем этот пай наполнять землей, которая в управлении потребительского общества. И сейчас мы по такой логике идем с пятью губернаторами и соответственно у нас вопрос будет даже не по одному гектару земли, а мы будем абсолютно уверены, что наполнение будет и два, и три, и пять гектар земли. Соответственно единственное, что это можно будет сделать, что эту землю нельзя вывести из потребительского общества, то есть она будет идти по этой программе до тех пор, пока вы член потребительского общества. Если вы из него выходите, то вы выходите из этой программы, это единственное ограничение. Но других прав сегодня абсолютно никаких нет, потому что в противном случае, вот как сегодня инициатива в Думе рассматривается, эту землю вообще может получить тот, кто 30 лет имеет трудовой стаж в России и еще заслуги перед Отечеством. В противном случае эту землю получить нельзя. Но это тот абсурд, до чего сегодня Государственная Дума доводит эту саму идею использовать именно землю как ресурс. Вот, и мы как раз сейчас... А я хочу сказать следующее. Что, сейчас, Ир, две секундочки. Вопросы лучше возле компьютера, потому что не слышно с микрофона. А я отвечу еще на вопрос по Британии. Мы можем сделать интервью, но немножко нужно подождать. Первое, Арман откроет офис, он будет как офис Транснет Групп, и там будет комнатка потребительского общества Евразия. И мы там сделаем кооперативный участок от ПО Евразия. И тогда от этого участка свободно можно проводить интервью в той газете, в которой вы говорите. Более того, я хочу сказать, что, скажем, какая нужна будет от вас помощь от всех. Как только мы сейчас сделаем кабинет потребительского общества Евразия, вам необходимо будет зарегистрироваться и стать членом обществом и пайщиком. И для чего нам это надо? Когда мы покажем губернаторам документ, а там ведется реестр пайщиков, это официальный документ, регламентирующий законодательством Российской Федерации. То есть это не обман какой-то, не фикция, да? И мы говорим, что у нас 50 тысяч членов потребительского общества. Дорогие друзья, вы даже себе не представляете, в какие объятия нас будут брать все эти губернаторы. Да, Ир, слушаем. Ольга, приветствую вас. Приветствую, приветствую. Да, здравствуйте. Ну что, Украина вас приветствует. Андрей, такой вопрос, который возникает, уже возникал и до сегодняшнего дня. Сейчас будет перерасчет этих акций. Что будут получать люди с документами, какие сертификаты на это? Значит, сертификаты... Вы поняли, Андрей? Да, вы поняли, Андрей? Да, я понял этот вопрос. Это единственный вопрос, да, Ольга? Да, Андрей, все прекрасно. У меня, подожди, какие-то вопросы. Там говорят, Ольга, у меня к тебе вопрос не уходи. Мне говорила, не помню, или Ирина, или кто-то, что вроде бы есть разработчик, который из земли может делать электроэнергию. То есть из тепла земли. Вот у меня большая просьба к Сергею Сибирякову, потому что он у нас формирует всех этих разработчиков и заявки, и мы можем взять это в разработку вообще. Потому что там, где будут у нас строиться новые поселения, мы должны использовать только восполняющие альтернативные источники энергии. Хорошо? Сейчас в двух словах, да. Это ученый, ровесник Юницкого, который разработал генератор. Очень простой. Он весится на стене или дома, или улице, как кондиционер занимает место. И для него абсолютно больше ничего не надо. Провод заходит в дом, втыкается в розетку и обеспечивает 320 вольт, 280-320 в любое помещение. Они ждут просто встречи с вами, потому что все документы направили, чтобы уже начать действовать. Отлично. Вот к Сергею Сибирякову нужно сейчас, чтобы все это в разработку. Я думаю, что как только, ну я думаю, где-то середина лета, мы представим вам еще порядка 5-6 программ. Ребят, это вот мы говорили о диверсификации. Вот у вас будет полнейшая диверсификация. И новый кабинет, который вот будет, и мы проведем занятия. Ребят, это вообще что-то с чем-то. Так вот, обязательно все вот эти разработки, вообще у кого есть какие разработчики, какие направления, Сергею Сибирякову, пожалуйста, выходите. И Сергей у нас, как говорится, банк данных по всем этим направлениям. А потом это Технополис и еще Владимир Маслов. Тогда, Леша, возьми все координаты и документы, которые есть, и перекинешь. Хорошо? Леша. А я отвечаю на вопрос. Значит, вопрос был следующий. Значит, люди, которые... Напомните, забыл вопрос, пока отвечал, да? Люди, которые... Сертификат, что получат, когда произойдет обмен акций на руки? Да, сейчас смотрите, когда это произойдет, значит, мы выдадим сертификаты на руки. Да, да, да. Значит, можно будет заказать в печатном виде. К нему будет приложен договор с печатями. И это будет от RSV Investment Group выдаваться сертификаты. Но когда мы повысим уставной капитал на 150 миллионов в Британии, потом они будут меняться на акции Global Transnet UK. И эти люди будут все в реестре акционеров. Тут рассматриваем мы два варианта. Потому что есть такая возможность, оказывается, и в Британии открыть потребительский кооператив. И там вроде бы условия похожи на те, которые есть у нас. Поэтому мы сейчас рассматриваем два условия. Вполне вероятно, если мы сможем открыть потребительский кооператив в Британии, а это для нас гораздо выгоднее, гораздо выгоднее, да, чем, ну скажем, действовать по тем нормам, которые есть государственные. Вот тогда либо через кооператив это будет, либо через Global Transnet UK. Но в любом случае, в любом случае человек сможет получить в данном случае сертификат, который сегодня есть в кабинете, но он сможет заказать, и ему вышлют с печатями. И плюс будет договор, официальный договор от компании. От компании RSV Investment Group. Есть ли еще вопросы? Нет. Вопросов больше нет. Благодарим Сергея Теберевского, Андрея Паврова. И у нас уже начинается кофе-пауза. Хорошо. Спасибо, Сергеенко. Всем красиво, всем прекрасного настроения. И давайте с вами очень хорошо поработаем в это лето, потому что лето действительно будет для нас очень жарким. И тот, вы знаете, ну, в преддверии лета, что хочу сказать, дорогие друзья. Что я заметил? Тот человек, который работает очень активно в лето, а работать вы можете только тогда, без устали, без усталости, когда для вас работа не является работой, а является удовольствием. И вот когда вы начинаете в лето двигать такие моменты, то вы начинаете получать по максимуму. А сейчас действительно, вот со всеми этими направлениями, для вас лето может быть самым сладким в ближайшие 3-5 лет получения результата. И поэтому постарайтесь сконцентрироваться на хорошей работе в этом летом. И я вам хочу сказать, результат будет, но не долгий. Не нужно ждать будет 36 лет, как компания Apple, или там 15 лет, как компания Microsoft, либо 16 лет, как компания Alibaba. А здесь гораздо-гораздо меньше нужно будет подождать, чтобы реализовать те намеченные планы, которые вы себе поставили. Все, счастливенько, дорогие друзья. Пока-пока. Андрей, мне нужно с тобой поговорить. Пойдемте с нами. Он слева, он с тобой, по-другому вечеру. Хорошо, Игорь, а что-то срочное, Ира? Вечером мне нужно будет поговорить, я буду идти к договору и так далее, потому что с 15.6 подписание. Андрей, то что? А, 15.6, вот смотри, Ира, а когда ты приезжаешь? Skyway Invest Group, о, классный торт. Это торт или что это? Да, да, это торт. Леша, сними обязательно на телефон, сними, как будет этот портрет. Ира, когда приезжаешь? 28. Ну, давай вот 28, это что у нас? Ну, это получается 27, это четверг. По-моему, четверг. Ну, давай тогда найди интернет, нам нужно будет общаться, потому что нам нужно хотя бы на 5 июня подготовить договора, но они сейчас сказали, уже готовы, Виктор сказал, и он высылал образцы договоров, а у нас только страны будут меняться, поэтому давай посмотри этот договор, свяжись с Виктором и напиши, скажи, Виктор Андрей сказал, что договора готовы, вышли на рассмотрение, какие договора. И нам нужно до 5 июня подготовить, чтобы все утвердить, плюсы и минусы, и 15-го давай собирайся туда, но мы еще с тобой выйдем в скайпе, то есть покупайте билеты, Алексей, ты, и нужно будет ехать туда, там официально, там видеокамера будут, костюмы, вопросы-ответы тоже, интервью с Винницким сделаем, на полигон поедете, снимете материал и так далее. Приедет Арманд, и Арманду скажи, пускай визу делает, на 15-е билеты берет. И счастливый Дмитрий. Хорошо, хорошо. Андрей, ну, пока я в Испании хотел бы с тобой поговорить. Еще раз не понял. Я хотела бы с тобой поговорить, пока еще в Испании нахожусь я. Может быть, получится через интернет связаться. Ну, давай, найдешь интернет хороший, мои книги. Ну, в крайнем случае, там можно купить карточку 3G, через 3G поговорить. Хорошо, я тебе напишу, то я созвану, ну, как бы спишемся, хорошо? Хорошо, хорошо, давай. Все, пока-пока. Пока. Все, пока-пока. Алексею привет. Все, пока, пока, ребята. Пока. Давай, давай. КОНЕЦ